так ну всем привет ребята еще раз кто первый раз кто первый раз смотрите ребят вроде бы еще тут александр анкиев я тоже ты был на когда-нибудь а все как я тебя так не запомнил тогда ладно миша смотри записи занятий предыдущий можно найти на сайте школы свободных наук ну пишешь там в гугле школа свободных наук и вот тут будет free science school . com все здорово тогда там как бы вот это вот все есть и в чат тоже подключайся и если будут вопросы спрашивай так ну мы откроем и будем продолжать то что мы делали на предыдущих занятиях на на прошлом занятии мы вроде уже бейс вроде называется правда это уже никакой не бейс вообще ни разу так мы еще с вами ребят ничего не устанавливали да так давайте с вами создадим новый проект или или не будем давайте просто папочку новую создадим правой кнопкой мыши по вот этому бейс new directory директория то есть папка ну и допустим назовем ее геймс гаммис вот кстати а вот в папке по этот прожек лесен короче мне есть как раз папка такая ну и пришел на старый старый файл перешел бой ничего мне как бы там старым есть у меня и пикпон там ну все все хорошо принципе смотрите как удобно ребят тут уже с менеджментом сами смотрите уже как удобно можете хоть в блокноте писать и там в командной строке запускать мы уже ребята такие опытные в принципе уже все окей я просто делаю так чтобы было удобно ну там так урок первый в этом в май по идеям я его так назвал не потеплён наконец снега почти не здорово стоп так значит ну использовать мы будем библиотеку пай пай гейм паяка пай гейм вот такая вот библиотека ее нужно вообще установить мы можем это сделать двумя способами давайте воспользуемся сегодня ну первый способ это через пип ну то есть не писать пип install и пай гейм но не здесь это в терминал нужно писать вот здесь вот он который находится вот но лучше знаете как делать потому что вот у меня например тут не активировалась vnv у меня тут нету его не написано вот и тогда мне его нужно активировать но в общем в общем по пути наименьшего сопротивления будет сделать так берем наводим на файл дальше это уберу значит наводим на файл дальше идем в сеттингс нажимаем и дальше идем и ищем project двоеточие и там будет название вашего проекта берем разворачиваем его ну на эту галочку нажимаем птичку стрелочку неважно и выбираем python interpreter interpreter вот далее вот тут вот будут все наши пакеты которые установлены вот но тут это вот по дефолту они вот три такие вот ничего нету пустой нажимаем на плюсик вот он и пишем сюда название библиотеки которую хотим установить ну пайгейм то бишь вот берем и вот тут вот он будет пайгейм вообще без всего вот чисто вот пайгейм нажимаем на стол пэккедж почему вот вы показываете именно вот так командной же строке как-то поудобнее не знаю тоже но опять же не всем но давайте покажу как в командной строке это делать я думаю у вас проблем не будет но смотрите еще как сделать значит открываем тут внизу терминал вот и значит что заново открою вот это повершил вот у меня видите тут немножко но это у меня возможно только такая ошибка у меня как видите чего-то там не удалось запустить вот это вот vnv scripts activate pci ps1 playstation ну я не знаю ошибкой безопасности возможно ему просто не хватает прав возможно его от имени администратора мне вообще пайчарм надо запускать и будет все окей вот но в таком случае можно сделать вообще что таком случае что мы делаем мы берем мы берем и просто ну давайте переключимся поскольку это у нас повершал вот он мы это видим давайте переключимся просто на cmd хотя 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 давайте попробуем без этого значит давайте напишем . слэш дальше vnv дальше скриптс дальше активейт нажимаем enter ошибка безопасности вот поэтому давайте я не знаю пока как с повершалом что сделать но просто инструкции берем пишем cmd но чтобы переключиться просто на обычную командную строку и тут уже пишем vnv backslash скриптс с большой буквы backslash активейт нажимаем и вот у нас появилась вот тут вот венли что такое венли это virtual environment вот у нас эта папка кстати есть мы его при помощи этого берем и запускаем вот либо мы можем запустить вот этот файл у нас запустится ну лучше наверное делать так вот и теперь все у нас теперь есть как раз таки наше виртуальное окружение наше виртуальное окружение активировано тут вот vnv написано просто если мы будем делать без этого то у нас модули будут устанавливаться в питон который в системе находится а так в vnv у нас такой он как будто отдельно изолированный то есть все библиотеки там будут изолированы от того что у нас в системе вот например я прописал пип-фриз и у меня тут только пайгейм 2 2 3 0 а если я сделаю это в системе то есть я вот тут вот открыл пишу пип-фриз у меня тут будет вон сколько всего какая жесть вот ну кучу всего просто ладно даже панда съесть вот здесь он у нас чисто пайгейм и все окей и теперь что делаем все мы установили это все ой не установили я не написал пип-инсталл пайгейм вот за что отвечает фриз стефани спрашивает фриз но это просмотреть все пакеты которые установлены ну пип это пакетный менеджер а фриз это посмотреть какие установлены ну список установленных пакетов можно написать пип-хелп например и вот тут вот будет получается ну то есть вывести установленные пакеты в формате как в файлах зависимости ну requirements.txt бывает такой файл часто особенно на гитхабах его можно встретить там с каким-то репозиторием вот там как раз таки показаны какие модули есть какие нужны для вот этого проекта ну неважно это это сейчас давайте не будем про это думать и так очень сильно отвлекся давайте напишем импорт пайгами вот и ну я так привык что каждый раз писать пайгейм точкой и нет мне не хочется я просто импортирую его как пг то есть я импортирую пайгейм как пг вот я могу вообще как угодно импортировать и я буду обращаться к нему через хэллоу например я хочу через пг теперь давайте теперь что теперь давайте 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 ну давайте сначала простым вариантом сделаем простым то бишь я уже не особо помню как он делается привык там через свои классы писать вот ну по сути дело в чем значит ну давайте ну давайте создадим переменную res ну то есть resolution она будет равняться допустим 1000 на 800 ну вот такое разрешение 1000 пикселей на 800 дальше я пишу пиг точкой и нет то есть инициализирую его то бишь ну знакомлю его системы он там для себя там чего то делает всякие штуки дальше скрин ну создаю свой экран равно пг точка дисплей точка set mode и сюда я указываю мое разрешение то есть вот скрин это теперь я свое окно создал можно вместо pg forest да стефани и давайте создадим еще такую штуку как clock она равняется pygame точка clock time clock вроде time точка clock да это нам поможет контролировать frame rate ну то есть количество кадров в секунду и если сейчас кстати мы запустим наше окно то есть наше приложение кстати clock кстати я видел в записи что clock это как бы количество кадров то есть фпс да все верно давайте запустим нашу программу и мы видим что оно быстро появляется и исчезает но ошибок не не выдается ну это все потому это все потому что нам нам нужно создать бесконечный цикл потому что пайгейм у него такая философия что он поддерживает философию точнее концепцию игрового цикла ну то есть это бесконечный цикл который олицетворяет само само именно окно то есть теперь если я добавлю бесконечный цикл то у меня и окно оно не пропадет то есть вот оно будет но оно не будет реагировать на ивенты что это такое это например я нажимаю мышкой это вот событие окна это как бы событие да свернуть и так далее вот мне нужно добавить ивент такой чтобы я мог вообще окно закрыть хотя бы как мне это сделать я пишу просто for и in пайгейм . ивент yet то есть я получаю все события окна и дальше если а и точка type то есть если тип события это пайгейм . qit то тогда я просто ну делаю exit сюда можно например там добавить какой нибудь лог там window вас closed и тогда будет очень забавно ну то есть вот теперь я кликаю все окей вот я его передвигаю все супер закрываю и все супер и тут пишется мое сообщение вот ну вот я наверное уберу и тогда у меня просто будет писаться код 0 программа там ну без ошибок завершилась то есть вот код 0 здорово ну давайте давайте вот это вот сделаем так немножко спонтами так сказать сделаем это через я не знаю кстати вот давайте заодно с вами узнаю python как называем называется цикл for в одну строку цикл for в одну строку цикл для его обработки инструмент называется генератор списка вот я думал что он будет по-другому называться генератор списка на самом деле ну и давайте просто вот это вот по сути вот этот код мы перефразируем в следующее значит exit дальше for и так 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 и вот теперь вот это условие сюда пишем вот то есть мы выходим если это условие срабатывает вот вот а это условие мы берем ой если ивент он равняется к то есть тут вот что мы сделаем что мы сделаем если вот это событие совпадет ну вот так вот тринадцатая ошибка ну давай посмотрим у меня на тринадцатой например ничего нету так стэфни ты не в чат пиши а просто руку поднимай и говори так а сможешь показать свой экран ну камеру просто можешь вот так вот на экран сделать я с телефона пишу код ну телефон я имею ввиду взять и вот камеру показать так я с телефона еще и смотрю демонстрацию экрана сделай пожалуйста ну скорее включи камеру и разверни ее на так она в телефоне и пишет и зубы а ну тогда демонстрацию экрана да просто она мне писала вот сюда что у нее компьютер включился и пайчарм работает это наверное была просто новость хорошая да наверное я-то я-то думал ну или можешь свой код например отправить в чат я посмотрю что там можно назад пожалуйста на код вернуться а попробуй пересмотреть просто давай смотри может где-то условия не закрыто может там где-то двоеточие не стоит я поняла где у меня была ошибка а в чем ошибка была я вместо форест пг поставила а я на форест ставила ну вот как бывает будьте внимательны ребят поэтому если что-то там другое делайте тоже будьте внимательны так если что вот этот код работает также ну функции выполняет то же что и вот этот вот быстрее ли это я не знаю не уверен на самом деле но хотя возможно то же самое вот и работает все так же отлично давайте это вот ну ладно я ставлю давайте еще для отслеживания фэппосов мы сделаем следующее вроде это делается так значит скрин точка сет сет значит кап значит это делается через можно вопрос можно вопрос вот это вот где у вас for i in vg event точка get это надо писать я правильно понимаю или можно или можно написать то что снизу exit да 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 использовать либо это либо вот это вот смотрите что мне нравится это одно и то же вот это и вот это то же самое окей спасибо вроде же сет сетка сет а как это то как так сейчас давайте я сверюсь окей возьму свою шпаргалочку шаблон by game start window и а ну конечно я перебрал by game значит display точка сет капчен и тут мы можем написать например my first first time of learning by game ну либо я сделаю следующее я просто сделаю вот так вот clock точка точка get fps я напишу просто именно подписи окна сколько у меня сейчас fps то есть с какой частотой у меня обновляется экран сейчас это 00 потому что я его не обновляю давайте как раз это исправим упс ой 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 у меня что такое что у меня у меня компьютер завис меня слышно ребят ой да да здорово ой так здорово так давайте добавим обновление экрана потому что это кошмар случился и вообще давайте посмотрим что обычно я у себя использовал потому что я в последнее время использую вроде вообще апдейт а нет вот это я использовал по-старому все значит пайгейм пишем дисплей точка флип ну это обновляем его и дальше клок делаем тик и сюда пишем фреймрейт то есть 60 кадров давайте сделаем вот а клок тик это по сути это количество чистоты кадров в секунду да он делает такое замирание чтобы так вот вышло что 60 кадров в секунду получалось давайте запустим и вот здорово только вот мне не нравится вот это огромное количество цифр после точки поэтому сделаем вот так вот двойточи пишем точку и давайте 2f 2 это цифр после запятой сколько у нас будет запускаем и теперь у нас всего две цифры после запятой и даже можно можно вообще одну ну ладно пусть две будет одна и в общем то замечательно вот это вот такой базовый вариант готов вот но я больше люблю использовать вообще другой давайте я это переименую как пожалуйста можно можно сейчас допишу дописывай где тебе нужно мне нужно а хотя ну в общем пиши кирилл пиши нормально все вот это вот базовая заготовка чтобы понять как что работает а мы сейчас сделаем такую хотя стоит ли она такая она мне больше нравится на самом деле не знаю ну давайте ладно ее сделаем вот вы смотрите смотрите давайте все таки сделаем решимся смотрите ребят если кому-то нужно переписать ну или еще кто-то если не дописал вы говорите когда пишите там скажите что вот все можно продолжать там я например доделал вот вот так а кто сейчас переписывает кирилл ты я хорошо так и как у тебя успехи я уже накапшу ну мне тут буквально минуты две вот есть вот такой вариант просто такой же самой программы вот он мне просто побольше нравится и он выглядит кажется чуть чуть посложнее но на самом деле в принципе то и не особо будем вот такой делать или остальные в прошлый раз такой делали ну да здорово получилось мне не понравилось мне не понравилось ну тогда ну давайте можно устроить голосование как бы да не все таки давайте на простом варианте останемся вот эту вот программу вот в таком виде оставьте у себя и я переименовал это файл в дефолт темплейт шаблон то бишь и давайте теперь как раз таки пшу lesson 1 и сюда его вставлю и просто так вот это место уберу и вот она дефолтная заготовка под игру нампайгейм вот ну его даже везде в примерах он примерно он в примерах везде примерно такой ну единственное что еще стоит добавить я об этом кажется забыл нужно написать значит screen точка fill и заполним его каким-нибудь цветом например 50 50 50 чтобы он был вот такой вот серенький вот теперь он не бесцветный ну условно для этого он якобы бесцветный был и сюда это тоже добавлю вот теперь вот точно прямо вот то что нам нужно и давайте первым делом начнем с того что такое вообще начнем с квадратиков начнем вот прям вот с такого сначала с рисования геометрических примитивов давайте первым делом нарисуем квадратик вот квадратик мы вообще на самом деле можем нарисовать прямо сразу вот так вот by game точка draw rect rect это прямоугольник и дальше сюда мы пишем экран на котором будем отрисовывать просто экранов у нас может быть несколько например вот так вот мы можем сделать например и у нас будет второй экран запускаем не будет второго экрана оп нет будет оп а нет все равно один экран похоже в неведении все это время жил ну жалко конечно вот но тем не менее мы значит указываем экран вот этот вот наш вот вот на петон крестики нолики стефан говорит еще раз сделала здорово значит мы передаем ну давайте вернемся круто склинку от обязательно в чат который в телеграме будет очень здорово так и еще после экрана нам нужно указать цвет давайте его сделаем таким вот ядренок красным указываем мы в rgb формате давайте это запишу цвет цвет в r rgb rgb это значит red green blue то есть сколько у нас красного и зеленого и синего и синего каждый цвет вот это каждая позиция она принимает значение от 0 до 255 почему так потому что 255 это максимальное число которое можно получить из 8 бит то есть 1 байт это 256 значений ну то есть от 0 до 255 это 2 это 2 в восьмой наверное степени ну кто за мной в информатику там что-то делал 2 наверное в восьмой 2 в степени 8 да 256 ну 0 тоже считается как значение значение 0 это 256 значение значит 255 красного и 0 такого и 0 такого это будет как раз таки здорово ставим ну вот сделаем вот такое и дальше сюда нам нужно указать получается такой небольшой массив из следующих значений то есть пишем скобки и тут такой кортеж мы сюда пишем значит позицию по x позицию по y дальше ширину и высоту допустим давайте ширину 200 высоту 50 сделаем вот здорово вот и вот он наш ядреный ядреный красный квадрат здорово но вот это вот писать каждый раз на самом деле неудобно да и как нам его передвигать мы можем конечно создать переменные x и y там нашего игрока ну допустим там player x player y или player position вот но это неудобно на самом деле нет вообще так делают часто очень но зачем когда мы можем использовать например класс rect значит ну он специально создан чтобы вот такие вот значения передавать давайте чтобы не вот такой кортеж сюда писать а просто написать например player вот сюда значит что мы делаем пишем rect ой pygame.rect pg.rect и сюда как раз таки передаем вот эти вот наши значения оп и все готово и сюда мы просто пишем player вообще тогда чем это отличается тем что мы можем использовать уже такие приколюхи условно говоря от этого класса rect то есть мы можем например player точка x например или вот например у него мы можем size move например функция есть такая move вот то есть мы его можем взять и переместить телепортировать на определенную позицию мы можем его обновить то есть изменить его значение но это неинтересно получить его низ вот эти углы значит clip есть также для нахождения пересечения функция collide rect collide poll collide object и так далее можно мне кое-что спросить да конечно это а вот это вот то что мы писали в высоту ой в ширину по у в ширину по и что вы это убрали почему я это сюда переставил а получается то есть вот это вот то что да где я написал там где packet draw rect screen 255 и там нужно вместо вот этого вот всего player написать да у вас кстати а нет папка папка закрыта ага да все правильно если бы у меня не была закрыта у меня бы пейчарм ругался пейчарм помогает мне очень сильно кстати я не знаю но под плюс плюс он также подсказывает что нет он подсвечивает конечно но он не подсказывает он подсвечивает да конечно так и еще давайте добавим вот этот вот player значит x плюс равно вот такое маленькое значение чтобы у нас он по чуть-чуть двигался вправо ну то есть мы его научились двигать вот и сейчас кириллу когда пиши вот и потом допустим и наверное будем уже идти на клавы гонки вот ну раз обещал и будем уже на следующем занятии продолжать ну то есть дальше рисовать геометрические примитивы но хотя может еще один нарисуем давайте кружочек вот кружочек с вами хотя может и хотя может и нет мне кажется время есть я уже просто написал время есть поэтому давайте я вам расскажу как получать кнопки которые мы сейчас в данный момент нажимаем ну сейчас я давайте это запущу и окей плюс равно 0 1 давайте сделаем окей он не двигается ну ладно тогда давайте прибавлять целое число а ну да число просто очень маленькое а у нас все в целых числах вот ну значит он у нас плывет плывет по одному пикселю прибавляется каждый кадр на один пиксель смещается значит 60 пикселей в секунду 4 ну 5 он вообще там быстренько улетит такой чук нет ну не так быстро 50 вот он прям все почти мы стенки не сделали да не сделали вот давайте получается шарик нужно будет убивать не глядя мы вряд ли пинг-понг будем делать вообще в этом фото вообще отбивать давайте знаете что сделаем моя гордость а я вспомнил я тут все поломал своей векторной графикой вот это непонятный так так а а как вы так вот выбираете и ставите и ставите получается клетку клетку ну не клетку не скажите да ну почему это мой секрет ну вот это это подобие физического движка на пайгейм кстати я вот как раз про него вот про этот движок и делаю делаю урок как это играете мне похоже а где вы еще урок делаете я делаю в в этом на ютуб делаю буду наверное его полгода делать по чуть-чуть ну я очень неэффективный в плане делаем видео монтирование давайте нет не нарисуем а как раз таки научимся двигать при помощи клавиш вот я свой движок тут сломал выдать и на место ничего не вернул ой ой ладно значит давайте получим сначала клавишу которую мы в данный момент нажимаем значит pygame.key точка get pressed вы можете написать print key но на самом деле вы ничего путного не получите вот ничего вы путного не получите вы получите там кортеж и про из ноликов и единичек вот но зато у пайгейм из этого кое-что путное получится значит мы пишем я запутался где это писать просто вы player.x у вас здесь нету я его не а я его убрал потому что а его можно оставить нет да оставлять мы сейчас почти то же самое добавим это где писать это там где вместо x y я на player подниму это после pygame draw rect а вот что значит пишем key квадратные скобки а вот если если я не хочу убирать player точкой ну можешь его наверху оставить можешь снизу оставить это вообще не имеет никакого значения да он просто у тебя постоянно как будто его ветром будет сдувать вот а почему ветром ну просто мы сейчас делаем передвижение вот и когда ты его будешь двигать он еще вправо будет его потихоньку сдвигать как будто ветер на него дует а окей я тогда закомментирую просто его вот значит тут мы пишем key нижнее подчеркивание и давайте будем перемещать клавишами ну давайте в клавиши мы будем перемещать его вверх то есть вверх у нас это y вертикальная ось это ось y вот а система координат у пайгейма такая что у него в левом верхнем углу это координаты 0 0 вот и то есть если я хочу двигать кубик вверх то есть я его двигаю к верхней планке по y это будет на уменьшение вот ну у него просто значит минус равно минус равно давайте 5 давайте проверим запускаем значит нажимаю v и он у меня двигается вверх давайте для остальных кнопок то же самое сделаем берем вот этот и вкопируем вставляем и тут уже меняем на s и уже будем прибавлять давайте попробуем так нажимаем s идет вниз нажимаем v идет вверх здорово 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 теперь то же самое сделаем для двух других кнопок это a и d значит a это у меня будет уменьшение по x а d это будет увеличение по x вот так вот получается вот то есть y минус 5 y плюс 5 x минус 5 и x плюс 5 вот у нас так выходит запускаем не перепутайте а то у вас будет немножко по-другому все делается и вот здорово замечательно мы умеем его двигать вот вот и вот так вот и примерно передвигать его и в принципе остальное я могу вам оставить на размышления можете что-нибудь с этим поделать поиграться как-то можете попробовать сделать так чтобы он за стенки не уходил как это можно примерно сделать вот он например двигается 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 и как только у него допустим допустим правая сторона то есть player.write точка write то есть это правая его сторона это значение оно вроде бы скалярное но это просто значение по иксу это где у него правая сторона если она там допустим больше чем ширина экрана то есть 1.0 ну давайте ладно я так сделаю давайте покажу то есть and это прямо здесь можно добавить and not player точка top поскольку я вверх двигаюсь я проверяю верх игрока не меньше чем 0 поскольку вверху у меня нулевые координаты дальше отрицательные то я просто проверяю если у меня верхняя часть игрока она не меньше нуля то я его двигаю наверх на 5 пикселей если же нет то я его не двигаю и получается вот так вот все здорово вот с остальными сторонами можете примерно так же сделать попробовать вот только тут уже будет не 0 а тут будет не топ ну в остальных этих условиях вот они с этим кодом еще сделать здорово став не обязательно скидывай так давайте этот код отправлю в чат и будем переходить на клава гонки так ну основная часть занятия она закончена вот сейчас мы с вами пойдем на клава гонки а кто не хочет или кому нужно идти я вас отпускаю до свидания ребят